Минздрав соцразвития опубликовал основные факторы риска для сердца, среди них гипертония, ожирение и вредные привычки. Причем несбалансированное и избыточное питание более распространенная причина инфарктов и инсультов, чем даже курение и алкоголь. Это, конечно, не означает, что вреда от злоупотребления мало. Скорее, внимания рациона уделяется недостаточное. Что есть и как не оказаться на операционном столе, в принципе, беседу продолжим с заведующей кардиологией на КГБ номер один Светланы Раюк. Светлана Павловна, добрый вечер. Добрый вечер, Настя. Вот вы, врачи, все говорите, профилактика прежде всего. Что подразумевается под словом профилактика? Профилактика – это понятие очень широкое, согласитесь со мной. И в этом слое можно говорить о профилактике всех заболеваний. И в частности, безусловно, вы хотите затронуть, наверное, сегодня вопрос сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, что играет огромную роль. Я всегда говорила и буду говорить, что профилактика прежде всего, она заключается в профилактике, начиная с самого рождения. С рождения это уже внутриутробно, это уже идет профилактика. То есть зависит все, естественно, от мамы, папы, дедушек, бабушек, прадедов и так далее, и так далее. Но в наше время, которое насыщенное вот так вот бурно всевозможными потоками информации и так далее, хотя бы элементарные вещи знали бы наши уважаемые красногорцы о том, что профилактика – это прежде всего здоровый образ жизни. Это первое и второе – это правильное своевременное обращение к докторам. Вот если вот эти две задачи поставят, я думаю, что это было бы уже хорошо и победа, чтобы мы не встречались с тем проблемой, которые мы имеем с запоздалым обращением к нам. Кому следует особенно обратить внимание на свое сердце, на свои сосуды, особенно вот в такой день сердца? Поняла. Спасибо за этот вопрос, потому что это очень важный вопрос. Кому обращаться? Еще раз хочу сказать, прежде всего надо учитывать этот наследственный фактор, мы говорим. Наследственный фактор. Если в семье, в родственной линии имеется заболевание сердечно-сосудистой патологии, значит, конечно, надо иметь в виду, а как будет мой ребенок, как будет, возможно, мои внуки, правнуки. Может ли им играть роль профессия, допустим, человека, напряженный ритм жизни? Опять же, мы сейчас стараемся все успеть быстрее и быстрее. Абсолютно с вами согласна. Мир настолько напряжен, настолько он напряжен не только и, во-первых, и умственной, и физической нагрузкой, и действительно эмоциональной нагрузкой, и все хотят успеть. Но это сегодняшний день, к этому надо смотреть на эти вещи так, как это есть. Поэтому это играет, конечно, огромную роль профессии. Что вот вы задаете? А какая профессия, наверное, больше всего влияет? Вы же мне согласитесь, наверное, на этот вопрос. Я бы сказала бы, да. Во-первых, люди, которые работают, занимаются работой, связаны с ненормированным рабочим днем. Вот здесь, конечно, играет важную роль. Почему я всегда говорю, что у человека, конечно, дневная работа, это она более приемливая. Но куда деваться? Профессия заставляет, безусловно, иметь и дневное, и ночное, и вечернее время, и сменные. Для этого надо правильно строить график, правильно приспосабливаться к этому образу жизни. Потому что ненормированный рабочий день биологически полностью сдвигает ритм жизни человека. Это прежде всего. Второе, конечно, здесь, в этой ситуации, страдают люди, которые, в общем-то, и много работают, и психологические, психологические нагрузку имеют. Я считаю, что, я думаю, что на меня, может быть, и не обидится, я считаю, что очень большая нагрузка преподавателей, преподавателей, люди, которые работают с детьми, с огромным уважением считаю, что врачи очень тоже устают своими нагрузками. Ну, а далее, еще раз повторяю, ненормированный рабочий день, я склоняюсь вот к этому. Светлана Павловна, вот вы говорите, что психологические нагрузки тоже сказываются на сердце, а вот каким образом? Это, по сути, мышцы, да, которые нужно, может быть, тренировать как-то? Как это взаимосвязано? Я вас поняла. Ну, наверное, это немножечко может быть в вашем понятии, как бы, да, казалось бы, напряжение, идет какая-то, да, вот мышечная напряжение. Нет, это все-таки фактор, это именно, во-первых, личностный, личностный, многое зависит, умение владеть собой, понимаете? Второе, безусловно, здесь играет фактор, в какой среде ты находишься, если психологический фактор, здесь вот эти моменты. Ну, как тренировать вы, говорите, себя? Ну, значит, до самого детства, это уже надо начать. Опять же, я говорю, это все идет от социального уровня, от том, где находится, где воспитывается ребенок, где он находится, как будет создаваться его будущее. Вот именно умение психологически ставить, готовить уже будущего человека, гражданина нашей страны, что он должен быть готов ко всему, а это работа. Это работа, которая начинается, уже я еще раз говорила, все начинается внутриутробно. Начинается внутриутробно, начинается с того маленького, где есть эта ячейка его семья, затем школа. Вот то, что мы в основу дадим сразу, и это будет его психологической адаптацией, адаптацией, понимаете? Вот мы подошли к еще одной теме, да, социальную модель сейчас выбирает и государство, и медицина, когда говорит о профилактике, о болезнях вообще, о борьбе с болезнями. Что значит социальная модель? Ну, если ребенок воспитывается в семье, где вредные привычки имеются в виду, злоупотребление алкоголем, да, если злоупотребление никотина, накуренное в квартире и так далее, то давайте подумаем, а как ребенку выжить в этой ситуации, что в будущем будет, в какой социальной модели и что мы получим, какого гражданина мы получим. То есть, почему я им говорю, мы как раз на все взаимосвязаны, вот этот вот фактор, который мы говорим с вами в отношении формирования личности и то, что мы говорили с вами, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, да, ведь все, оно идет поэтапно, не бывает ничего вдруг. Все к чему-то что-то приводит и имеет, естественно, свой результат. Вот это мое мнение. В одном из исследований западных специалистов вот провели такую параллель, что, допустим, у богатых есть склонность к болезни рака кожи, потому что они очень часто загорают, ну вот я не знаю, насколько это имеет под собой основание. Можем ли мы то же самое сказать про болезни сердца? Правда ли, что это маргинальная болезнь? Вы знаете, я думаю, что нет, я не совсем согласна в этом вопросе. Мы в своей профессии видим и людей обеспеченных, и малообеспеченных, и необеспеченных людей, которые получают те же заболевания сердечно-сосудистой патологии, инфаркты, миокарда, инсульты, нарушения ритма. То есть здесь какой-то параллель и основной. Нет, я параллель всегда говорю между чем? Между социальными факторами. Если человек растет, развивается, еще раз повторяю, уже в третий раз, в среде, в котором есть позитив и нету негативных факторов, от него мы получим больше положительного и больше у нас будет возможности и увидеть своим родителям, что этот человек будет здоровый. Что касается диагностики, насколько далеко сейчас зашла медицина в отношении лечения диагностики болезней сердца и сосудов? Открыт сердечно-сосудистый центр. Вот здесь как раз мы подошли к диагностике оказания высокотехнологичной помощи нашим пациентам. Раньше мы могли, мы могли, вынуждены были, вернее, отправить наших пациентов на дообследование. Это Институт сердечно-сосудистой хирургии Немесникова, Институт сердечно-сосудистой имени Бакулева. Естественно, мы имели определенные какие-то препоны. В каком смысле? Это Москва, мы здесь, Подмосковье. Они готовы нам помочь, но в первую очередь они же, конечно, жителям своим должны. А здесь мы имеем свое. Мы имеем то, чем я просто вот благодарна тем, кто помог сделать на базе нашей больницы это отделение, что мы можем диагностировать сердечно-сосудистую патологию. Это и коронароангиография, это проведение и стентирование коронарных артерий, это дальнейшее введение больниц инфаркта миокарда, это реабилитация. Мы получаем, вы понимаете, что мы получаем здоровый, ну нельзя сказать здорового человека, мы улучшаем качество его жизни. Это самое главное, что мы делаем. И, конечно, что улучшается и прогноз его. Поэтому вот то, чем мне хочется порадоваться в сегодняшний день, в день сердца, вот тем, что у нас имеется в нашей городской больнице номер один, а это в частности, безусловно, оказание помощи прежде всего жителям нашего города и не только города. Но мы берем на себя еще седьмой медицинский окрыт, это Истро, Истинский район, вы знаете, где-то сюда входит, Латашино и так далее. То есть мы активно их принимаем и оказываем помощь здесь. Я правильно понимаю, что в сосудистый центр принимаются не только пациенты, которые уже нуждаются в срочной помощи, но и на диагностику, да, пациентов? Конечно, конечно, вы правы. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. У нас есть, мы же разделение идет между экстренной помощью и плановой. То есть если есть у врача-кардиолога, прежде всего, наверное, участкового терапевта, какие-то замечания по своему пациенту, обратившемуся, он отдаст его на дообследование врачу-кардиолога поликлиники, и тот, считая им нужным его дообследование, они обращаются к нам, безусловно, и мы проводим анализ, и он может пройти плановую диагностическую коронарангиографию. Плановую. И вот это уже будет для него, так сказать, этапом подтверждения его диагноза. Есть фактор ишемической болезни сердца или нет, и риск, какой будет возникновение его в дальнейшем. Мы были в сосудистом центре, там действительно оборудование на грани фантастики, и все это выглядит, как в фильме про какой-нибудь космос. Это я говорю о личных ощущениях. А вот насколько далеко действительно зашла медицина со своими научными разработками? Что сейчас позволяет сделать в борьбе с болезнями сердца техника? Техника. Вот именно то, что я вам сейчас и сказала. То есть открытие сосудистого центра позволено. То есть это последняя разработка? Это последняя. Это рентген-хирургическое лечение. То есть вот именно здесь проведение баллонной адгиопластики, механической реканализации. То есть мы делаем на нашем этапе, на нашем этапе, это как бы сказать вам закрытая хирургическая помощь. Вот если, чтобы немножко было людям понятие. Открытое, это уже пойдет, это шунтирование, это уже пойдет в более высоко специализированных учреждениях. Это мы относим от института сердечно-сосудистой хирургии Баркуля, Мясниковой и так далее. Мы как бы проводим закрытые, то есть в этом плане. Но это рубеж, это все. Мы буквально час-два, если поступают пациенты, мы все, мы спасаем миокарды. И человек, данные, имеется в виду прединфарктного состояния, мы можем избежать развития инфаркта миокарда. Это очень важно на сегодняшний день. Мы же имеем пациентов. Мы имеем пациентов, которые у нас поступают, у нас были пациенты, к сожалению, конечно, молодой возраст. Я опять же говорю, что это наследственный фактор. У нас были пациенты 30-32 года и далее. Но мы имели пациентов и 80, и 96. У меня лежит пациентка 96 лет. Мы ее прооперировали. Она как раз находится на лечении у меня. Мы ее прооперировали, мы поставили ей стенд. Вы знаете, ее бабушка мне еще, она даже бедшая сказала бабушка. Вы знаете, я, нет, я Тамара Алексеевна Куликова, которая работала с таким, вы знаете, она мне говорит, кто такой Туполевым? С Туполевым работала. Вот, 96 лет, она еще стики мне читает. Пожалуйста, вот вам и оказание помощи высокотехнологичной. И то последнее, что вы сказали в плане развития оказания помощи больным нашей патологии. Лечите не только хирургическим путем, но и лекарствами. Хватает ли препаратов? Медикаменты есть здесь даже не... Ну, вы знаете, как вы здесь, может быть где-то быть какой-то определенный... У нас же есть стандарты ведения. Вот нам дают стандарт. И по этим стандартам мы должны пользоваться определенные медикаменты. То, что согласно стандартов, да, имеется. Имеется. Здесь вопроса у нас нет. Что нужно кушать, чтобы было сердце здоровым? Чтобы было сердце здоровым, прежде всего, надо почаще улыбаться. Побольше думать, что жизнь хороша, и она удалась. И жить позитивом. Вот тогда это первое. Второе, что кушать, я всегда приверживаюсь к этой растительной пище. И прежде всего, всегда говорю пациентам, кушайте то, что вырастила наша родная земля. Не надо пользоваться заморскими фруктами, потому что мы наследственно не готовы к ним. Пожалуйста, курага, изюм, грецкие орехи. Наши? Наши. Яблоки, груши, сливы. Пожалуйста. Вот это да. И особенно включайте растительные еще масла. Первым это оливковое масло. Оно, конечно, не наше. Но вместе с тем, это действительно полезный продукт. Ну и я приверживаюсь, но белки нужны организму. Белки нужны. То есть без мяса никуда. Ну, а мясо это какое? Мы говорим, это грудка куриная, это индюшка, это вот потом кролик поставим. То есть вот прежде всего вот все-таки птица. И сегодня этого придерживается. А потом идет уже рыба. Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у нас была Светлана Павловна Раюк, заведующая кардиологическим отделением КГБ номер один. Спасибо. Спасибо вам всем. Всего доброго. До свидания. Такими событиями запомнилась минувшая неделя. С вами была Анастасия Евставхева. До встречи. Продолжение следует...